Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Юрий, и я приветствую вас на своем канале Лезвие Бритвы. Очередной день, очередное бритье. И вы, конечно, можете спросить, не держа я пропал, почему так долго не было очередного обзора в воскресенье. И я могу вам ответить. Я банально заболел, у меня произошла непредвиденная ситуация, я простыл. Нет, нет, не пугайтесь, никакой коронавируса у меня нету, я проверялся. Слава Богу. Но, как вы понимаете, простуда не располагает к бритью, и мое лицо тому прекрасное доказательство. Получается, ровно неделю назад я примерно заболел, и где-то примерно 9-10, нет, скорее 9 дней, я не брелся. И сегодня мы, наконец-то, вместе с вами произведем эту, мною так любимую, процедуру. Я надеюсь, вам тоже любимую. Я имею в виду причем. А чем я буду сегодня бриться? Давайте вместе со мной, по старой традиции, переместимся на первый крупный план, и посмотрим, что же я такое сегодня приготовил. И первым участником будет чаша. Чаша от компании Perera Shiving. Чаша пластиковая, чаша большая. Очень мне нравится из-за того, что пена никогда не переходит через край, как много бы я ее не сбивал. Также мне нравится тем, что она легкая, и ваша рука никогда не устанет держать ее на весу, и даже от долгого сбивания пены ваша рука тоже не устанет. А пена сбивается за счет вот таких вот прекрасных пупырок, за счет таких вот ярко выраженных ребер. Чаша, хоть и недавно у меня появилась, но снискала большую мою любовь. А взбивать я сегодня буду в этой чаше помазком от Diaz Cosmetics. Помазок называется Black & White, или по крайней мере я его так называю. Очень мне нравится за свою красоту. Также он имеет довольно мягкий синтетический ворс. Вполне себе приятный на ощупь. Вполне себе мягко ведет на лице, что мне действительно очень нравится. Помазок меня никогда не подводил, так как он синтетически сбивает пену всегда прекрасно, быстро, хорошо. Справляется практически с любым мылом. А мылом у нас сегодня выступит вот такое мыло от фирмы Mondial. Это итальянская фирма. И называется мыло Sandalo Shaving Soap. Мыло небольшое, в баночке всего 60 грамм, как вы можете заметить. Мыло, мыло еще ни разу не открывалось, как вы видите. Что мы обязательно сегодня и сделаем. Так это откроем его в тот момент, когда я начну взбивать пену этим мылом. Пока я не могу ничего сказать про это мыло вам, друзья. Аромат у него чувствуется даже через вот эту вот вощеную бумагу. Но, если говорить честно, пока я никакого ни дерева сандала, ни самого сандала не почувствовал. Имеет ярко выраженный, я бы даже сказал, фужерный, фужерно-шипровый такой аромат, что меня удивляет. Но посмотрим, как пойдет он себе на лице. Хотя аромат не отталкивающий, скажу вам честно. Итак, с мылом и пенными всеми делами мы почти разобрались. И я, главное, перехожу к сегодняшнему станку, к сегодняшней бритве, которым я буду бриться. А бриться я буду, как вы видите, очень многим известным станком, очень многим известной бритвой. Так называемый Rockwell 6C. Это станок из сплава. Это станок дешевая, самая дешевая версия от Rockwell. Насколько я помню, стоит она 50 долларов. На сайте производителя, по крайней мере. Станок. Станок мною очень любим. Я сегодня с удовольствием буду им пользоваться. И у меня на это, в принципе, есть пара-тройку причин. Первая причина – это то, что станок я позиционирую одним из самых лучших для бритья, для начинания. Или бриться новичкам, для тех, кто переходит с кассетных станков на Т-образные бритвы. Или вообще только начинают бриться. За счет того, что у этого станка есть три плиты. За счет того, что в этих трех плитах есть шесть разных градаций агрессии. Что нам показывает данные, я постараюсь вам, чтобы было видно, видите, данные цифры. Вот здесь вот, например, двойка и четверка. Вот вы сейчас увидите. Здесь у нас также есть различные. Это у нас шестерка и пятерка. Также есть единица и тройка. Очень люблю я этот станок. Прекрасно бреет, мягко, хорошо. Как вы понимаете, можно его назвать регулируемым станком. Вы можете выбрать для себя, если вы новичок, плиту с градацией единица и тройка. Поставить на единицу, попробовать на двойку. И он, я уверен, может быть и не чисто вас выбреет, но вполне нетравматично. А вторая причина, по которой я сегодня взял данную притву, это то, что на ней я чаще всего тестирую новые лезвия. Когда не снимаю обзоры, да, и когда снимаю обзоры, все равно мне нравится больше всего тестировать новые лезвия с этим мягким и комфортным станком. А сегодня, сегодня у меня действительно будут новые лезвия для меня, для моего канала. Это лезвие, как вы видите, без всяких опознавательных знаков. Это лезвие Американская персона Lab Blue. Лезвия очень интересные для меня. Я слышал о них много положительных отзывов. И сегодня я с большим удовольствием хочу попробовать их протестировать на данной бритве. Но прежде чем я заряжу эти лезвия в станок Rockwell 6C, я хочу рассказать еще небольшую особенность именно данной версии. Я говорю сейчас о станке 6C. У данной версии бывают проблемы с закручиванием ручки по резьбе в станок. Эта проблема встречается довольно часто. Я не знаю в процентном соотношении, насколько часто, но, как я читал на форумах, как я слышал и среди своих знакомых любителей влажного классического бритья, очень во многих станках лезвие в самом конце начинает немножко залипать. В моем станке это происходит точно так же. У меня есть небольшая залипаемость, когда я закручиваю или откручиваю ручку от головы станка. И, в принципе, меня это не напрягает. Но люди, я могу понять, различные мужчины, которые хотят купить данный станок, не хотят покупать вещь, которая не закручивается хорошо. Забегая наперед, хочу сказать, что в Rockwell 6C, которая нержавеющая сталь, такой проблемы не существует. А в этом станке такая проблема лечится очень просто. Вы можете взять любую-любую ручку. Вот, допустим, здесь у меня есть три ручки. Давайте протестируем. Возьмем, например, вот эту ручку. Не подумайте, эта ручка не от мюли. Это китайский No Name сделан под мюли. И мы сейчас проверим. Прекрасно закрутилась ручка. Прекрасно никаких проблем с закручиванием не произошло. Давайте возьмем ручку от станка Mercury 33C. Точно так же закручиваем. Точно так же ничего нигде не залипает. И последний тест с ручкой. Давайте возьмем ручку от станка Razorog BBS. И точно так же прекрасная ручка от станка, от фирмы Razorog закрутилась и никаких проблем с закручиванием не произошло. Это я говорю вам о том, что если вдруг вы купите этот станок и боитесь, что рано или поздно, допустим, резьба в этой ручке выйдет из строя. Это не проблема. Всегда можно накрутить и купить кастомную ручку. Можно взять ручку с другого любого станка. Или, например, купить китайский какой-нибудь No Name, которая стоит, я не знаю, пару-тройку долларов. Я же всегда пользуюсь ручкой родной. И даже если она чуть-чуть залипает, меня это, в принципе, пока не напрягает. Итак, друзья, я рассказал вам небольшую проблему, которая возникает с ручек. Так, а давайте теперь вместе с вами закрутим лезвие, поставим лезвие в этот станок. Сегодня, так как вы видели, щетина у меня очень длинная, я хочу бриться шестой плитой. Шестая плита будет у меня, как вы помните, с лезвием американской персоной Lab Blue или Blue Lab. Как вы видите, лезвие я сегодня буду использовать первый раз. Небольшая полиграфия есть на данном лезвии, но ее очень плохо видно. Поэтому, друзья, поверьте мне, на нем написано Persona и Made in Use USA. Итак, вставляем лезвие, вставляем шестую плиту, закрываем и закручиваем спокойненько саму бритву. Давайте посмотрим, что у нас получилось с вылетом. Мне кажется, с вылетом получилось все хорошо, ровно, прекрасно, приятно. И мы, друзья, сегодня вместе с вами побреемся данным лезвием на данной плите. Ну, а закончить, друзья, я хочу сегодня с представления вам крема после бритья. У всех у нас наступила зима, и пусть в Израиле зима не холодная, ну или, по крайней мере, не такая холодная, как в России, как в Украине, как в тех странах, из которых меня смотрят. Вот, я все равно решил, чисто из солидарности, попробовать сегодня нанести после бритья крем после бритья, японский крем. Как вы видите, называется Men's от японской фирмы Utena, Utena. Я не могу вам сказать, как правильно звучит она, и даже если написано на английском, это название может звучать на японском совершенно по-другому. Крем мне любезно подарил мой друг, друг по переписке, друг по телеграм-каналу Андрей Кондратьев. Если вы помните, у меня была как-то распаковка довольно большая, от Андрея мне пришло тогда очень много косметики японской, китайской, корейской. И вот я сегодня решил вспомнить о том, что есть у меня такой крем, у меня даже два крема, Men's голубой и Men's зеленый, и решил сегодня протестировать и посмотреть, что же это за крем. Тем более я знаю, на Дальнем Востоке, кто живет, этот крем могут приобрести. И сделаем такой небольшой обзор, по крайней мере мне, я с большим интересом посмотрю, что же там такое происходит в Японии. Ну что ж, друзья, а на этом я предлагаю вам вместе со мной плавно, не спеша переместиться в мою ванную комнату для дальнейшего обзора и для дальнейшего просмотра, как я побреюсь. Ну что ж, друзья, мы познакомились, и я предлагаю сразу, у меня вкладывая губки в ящик, приступить к увлажнению щетины. Так как щетина у меня довольно длинная, да я, если честно, я не помню, когда в последний раз у меня была такая длинная щетина, я воспользуюсь пришивом, пришивом от синей бороды, или как, если приводить дословно, от мести синей бороды. Возьмем сегодня побольше и приступим к увлажнению. Да, очень. Длинная щетина не требует довольно-таки серьезной процедуры. Ну что ж, пока моя щетина увлажняется, пока происходят все но, на мой взгляд, нужные вещи по увлажнению щетины, по увлажнению кожи, я предлагаю переместиться на второй крупный план и посмотреть, как я сегодня собью пену. Ну что ж, друзья, давайте начнем взбивать пену. И начнем мы, как всегда, с легкого замачивания помазка. Вернее, просто зальем его водой, пока я открываю мыло. вскрываю, так сказать, упаковку. Сильно замачивать нам не нужно данный помазок. Он у нас синтетический. Посмотрите, какое было. Оно, знаете, такое ощущение напоминает очень пенопласт. Очень интересная консистенция. Я первый раз с такой сталкиваюсь. Ну, давайте положим в баночку, слегка намочим его. И приступим, наверное, к взбиванию данного мыла в пену. Я первый раз сбиваю эту пену. Вернее, это мыло. Как оно поведет себя, я не знаю. Поэтому не будем абсолютно никак жалеть его. Возьмем побольше. Посмотрите, имеет сейчас в чашке такую шампунеобразную консистенцию с крупными пузырями. Ну, я надеюсь, у нас все получится с его взбиванием. Потому что он, в принципе, по большому счету очень неплохо взбивается и отдает пену. Ладно, давайте возьмем вот это количество и приступим. Чуть не налил воды. Сейчас смоем руку и приступим к взбиванию пены. Да, пена очень быстро взбивается. Надеюсь, мы добьемся именно той консистенции, которую я люблю. крупные пузыри, как вы видите, уже ушли в небытие, скажем так. Их уже нету. Но она такая, знаете, слегка завоздушенная, на мой взгляд. А я люблю, чтобы она была пожирнее. Поэтому давайте, друзья, еще чуть-чуть я украду вашего внимания и повзбиваю немного подольше данное мыло. мне нужна сегодня пена густая, хорошая, так как вы помните мою большую щетину. Поэтому мне кажется, как бы мы не взбивали, тут уже все и так довольно замечательно. Полная, огромная чашка от Perera Шевинг заполнена пеной. Ее очень много, как вы видите. Аромат. Ну, что я могу вам сказать насчет аромата, который сейчас идет по моей ванной комнате. Во-первых, друзья, я, конечно же, еще не вернулся в то состояние, в котором я был до болезни. И мои рецепторы, вкусовые, обонятельные, еще не вышли на то состояние, которое были до болезни. Но все равно, несмотря на то, я чувствую довольно приятный, как я уже говорил на ознакомстве, очень парфюмированный, я бы сказал, ну, фуржерный запах с легким, легким, легким ароматом чего-то древесного. Как я понимаю, производитель заявляет, что это сандал. Но, пусть будет сандал. Хотя, если сравнивать его с ароматом прораса, то они абсолютно ничем не похожи. Как вы помните, на мой взгляд, по крайней мере, на мой вкус, у прораса ярко выраженный древесный аромат. Знаете, катушки из бани, я бы сказал так, которые, знаете, уже много-много лет находятся в бане, распаривалась там, отдавала все ароматы древесины. И вот такой вот яркий, вкусный запах, по крайней мере, для меня. Здесь же легкий шлейф древесный, с такими парфюмированными нотками. Но, он довольно приятный. Не могу не отметить данное дело. Все, друзья, тут больше делать нечего, пена, полная чаша, пена хорошая. И я предлагаю переместиться вместе со мной на общий план для дальнейшего моего бритья. Ну, что ж, друзья, вся подготовка к процессу бритья закончилась. Мы познакомились с теми вещами, которыми я сегодня буду бриться. Мы посмотрели, как взбилась пена. и я приступаю. Скажу честно, за кадром я смыл пришейф. И, если честно, хочу сказать, что это последний раз, первый, в принципе, и последний раз, когда я купил такой пришейф. Абсолютно мне не нравится за счет своей маслянистости. Особенно на длинной щетине. Мне еле-еле получилось его смыть. Я представляю, если бы я его не смывал, как бы он вел себя вместе с моим. Как бы он надругался над моим помазком и непонятно, что бы произошло со станком лезвия. Но это все небольшие отступления. А я, друзья, с вашего позволения приступаю к бритью. А именно к нанесению пены. Как же долго я ждал этой процедуры. Вы даже себе представить не можете. когда уже привык бриться на постоянной основе, когда максимально не бреешься три дня и то только для того, чтобы щетина отросла для обзора. А тут эти девять дней дались очень тяжело. но все имеет свойство проходить. Как помните, царь славой на кольце своем выгравировал. Все проходит, пройдет и это. Я же, друзья, приступаю с вашего позволения к самому бритью. Итак, щетине девять дней, станок Rockwell 6C, шестая плита и американская персона Lab Blue. Приступаем. Редактор субтитров Это практически экстаз, друзья мои. И я, если честно, не понимаю тех людей, включая моего сына, которые носят бороду и утверждают, что это комфортно, хорошо, приятно. Нет, возможно. Скорее всего, все зависит от времени, чем дольше ты отращиваешь щетину, тем меньше она тебя беспокоит. Я так думаю. Но первое время распорядился. Это довольно неприятно. ощущение. Скажу ли вам. Вы посмотрите, как я неловко себя повел. Ну, ничего. Все это быстро заживет. и так я практически закончил первый поход. Скажу вам честно, это очень-очень приятная процедура. Это приятная процедура из-за того, что я давно не брился. Она мне приятна. И приятна такая связка станка с лезью. Очень-очень приятно поблился. Итак, друзья, впереди второй проход против роста щетины. Я не могу, друзья, вам сказать интенсивный ли аромат у данного мыла или он еле заметил. как вы понимаете из-за болезни, как я уже говорил, некоторый дискомфорт все-таки остался. Хотя я, конечно, чувствую себя намного лучше, чем это было неделю назад. еще интересно, как я сдавал анализы на коронавирус. У нас есть такая опция в Израиле либо сдавать приезжаешь пешком, либо на машине. Ну, я, конечно, же, выбрал на машине. Второй проход против роста щетины. Роквелл 6C, шестая плита, лезвие, американская операционная лапблю. Еще раз против щетины. Итак, я приехал на машине, подъезжаю к тому месту, где мне указали быть и не выходя из машины, ко мне подходит проверяющий в скафандре. Я открываю окно, берут все анализы, довольно неприятно. Сильно глубоко засовывает палки в нос и в рот. Более неприятно, конечно, в нос. Очень глубоко. Болезненно. И потом говорят, езжай себе, добрый человек. в течение двух-четырех суток получишь результат. Я сдал в 12 часов дня в субботу, а в 9 часов вечера я уже знал, что у меня негативный анализ. приятный в рот. из-за того, что я просто соскучился, хотя действительно оно вполне не драматичное. Давайте не будем считать небольшую травму. Здесь у меня на подбородке в ямочке, скажем так, это не ямочка, а в пазинках. Потому мне всегда стоит чуть-чуть придавить и режусь. А так как я 9 дней не бился, судя по всему сноровку потерял. сноровку. Но знаете, пена ведет себя довольно прилично, если и засыхает, то совсем немного. Давайте, друзья мои, закончим второй проход. Проверим. Да, конечно. Добривком брыть, и я не прощаюсь с вами, плавно перехожу на третий проход. Я как-то рассказывал, что довольно много различных мыл покупал с ароматом сандала. И виновником, конечно же, этому всему был именно прораса. Но, сколько бы я не искал, как бы не хотел встретить аромат, схожий с прораса, именно сандаловый аромат, ни в одном другом мыле я такого аромата не нашел. Нету его такого. Он один только в прораса. Хотя, как вы понимаете, мыло у прораса не самое лучшее. Не имеет практически никакого постскольжения. В отличие, кстати, от этого мыла. Довольно неплохое постскольжение. Прекрасное скольжение. Мне очень, в принципе, нравятся данные мыло. Мыло. В зале усов появилось раздражение. Из-за щетины. Ну, тут ничего не поделаешь. Такая уж у меня кожа. Как она реагирует на длинную щетину. Как я не пил. Я покажу, как Ultra, 10-15 градусов. И, в принципе, engagements nouvelles. Как мы Vers is是什麼. Очень хорошая. Много. Спасибо. Ну что, друзья, я выбрался Как выбрался, я расскажу вам Чуть-чуть позже, сейчас Дайте мне Пару секунд На умывание И я вернусь к вам Для нанесения в данном случае Сегодня крема После бритья И подведения итогов Оставайтесь со мной Ну вот, я и умылся И Давайте немного Обработаем Лицо Аланита От того, что Долго я не делал Данную процедуру Она сейчас Немного болезненная Но Ничего Страшного Поддержим Хотя, я повторяю вам Это не из-за того, что Я сегодня Как-то агрессивно Побрился Как раз наоборот Бритья у меня сегодня Абсолютно Не агрессивно Да я, если честно Не помню Чтобы данный станок Когда-нибудь Брил меня Агрессивно Даже В самом начале пути Как-то мы с ним Сразу нашли общий язык За что я, конечно Еще раз хочу Упомянуть Что этот станок Очень неплох Для новичков Но давайте Не будем забегать вперед И дождемся уже Точного подведения итогов А я приступаю Форбен Мэнс Как вы видите Я открываю Первый раз Сегодня данный крем И я не знаю Сколько наносить Давайте Попробую столько И если там будет недостаточно Я возьму еще Такой приятный Запах Чистоты Какого-то Знаете Было Что ли Или Да, наверное Было Если чуть ли не детского Если я не ошибаюсь Очень приятный аромат Скажу вам честно Ну что ж Друзья Пока впитывается Данный крем Мне на лице Я давайте С вашего Позволения С вашего Разрешения Приступлю Подведение итогов Мыло Фирмы Мондиаль Сандало Что же я хочу Сказать об этом Мыле Мыло Хоть и маленькая банка Всего 60 грамм Но зарекомендовала себя С очень хорошей страны Приятный Неотталкивающий Парфюмерный запах Прекрасная Пена Чтобы не быть голословным Посмотрите Сколько ее у меня еще осталось Полная чашка Вы сами видели Как я ее надевал Давайте посмотрим Пена абсолютно не просела Ни в одном месте Она какая была Такая и осталась Прекрасно тянется Как вы видите Она довольно таки Скользкая Что я отметил еще При самом бритье Прекрасное скольжение Прекрасное постскольжение Приятная работа Бритвы Она защищает Эта пена В общем Со всех сторон Это одни положительные эмоции И друзья мои Оценка данного мыла Конечно же 5 баллов Помазок Тоже справился Прекрасно Помазок Этот Я считаю Неплохим У Диас Косметик И вы в принципе Можете меня спросить Да-ка что там Диас Косметик Она вся неплохая Синтетика И я с вами Друзья мои И я соглашусь И чтобы быть Неголословным Дайте мне ровно Одну секунду Вот у меня есть Еще один Положок Помазок Одесс Косметикс Одесс Косметикс Отличие Они оба красивые Оба мне нравятся Я этот покупал За счет его цвета Прекрасного Красивая ручка Прекрасный цвет У самого ворса Но в отличие От этого помазка Этот помазок Мне не понравился Я скажу почему Хоть я и не взбиваю На лице пену А всегда ввожу Красящими движениями Если у меня Нет какой-то опции А в данном Конкретном случае У меня нет опции Взбивать Этим помазком На лице Ну то есть Можно конечно Но он В такой степени Упругий До такой степени Имеет неприятности Женоты Что это очень неудобно Скажу так Так вот Любое неудобство У меня вызывает Как бы сказать Противоречие Какое-то Противостояние Скажем так И если что-то Я не могу сделать Данную конкретную помазку Он мне перестает нравиться Так вот У этого помазка Кисть замечательная Она вам может Помочь Взбить пену И в чаши И взбить пену На лице С этим Это будет Немножко сложно То есть За счет того Что узел Имеет Довольно упругий Стержень Это не так Я так думаю Не так приятно Но мы сегодня Говорим не о Втором помазке А об этом И этот помазок Мне очень понравился Ну он мне давно Подравился Он давно Мне нравится Он красивый Он мягкий Он хороший Прекрасно справляется Со своей работой И я Рекомендую Его к покупке Тем более цена У китайского Синтетического Помазка Не такая Большая Чаша Чаша Да Она хороша Во всех отношениях Кроме одного Ребята Это ее цена Вы все прекрасно знаете А кто не знает Так вот Знаете Цена У нее При самом хорошем С течением Стоятельств Это 35 Долларов Конечно же Дорог Я конечно же Понимаю Что Многие Не готовы Платить Такие деньги За какую-то Миску Для взбивания Пены И я вас Прекрасно понимаю Я прекрасно Вас понимаю Но если Вас нет проблем С финансами Если вы можете Себе позволить Даже Как одну Чашу И больше Никакую Я рекомендую Вам ее Приобретение Во первых Не разобьется И разобьет Ни ванную Раковину Ни плитку При падении Мягкая Вернее Легкая Удобно держать Удобно взбивать Одни Положительные Эмоции Ну конечно Кроме цены Я повторяюсь Я перехожу Плавно К связке Станок Лезвия И так Я хочу еще раз Вам сказать Что сегодняшнее Бритье Не считая Вот небольшого Пореза Здесь Который Как вы видите Уже затянулся У меня Было Очень И очень Комфортно Да Конечно Я понимаю Что Большой Очень Большой Процент Моей Комфортности И Действительно Кайфование От бритья Было То Что Я долго Не брился Я Небольшой Любитель Ношения Длинной Щетины И поэтому С удовольствием Брился Даже Я бы Наверное Если Тяпкой Я тоже Получал Удовольствие Но Несмотря На такой Большой Момент В данном Сегодняшнем Бритье Я хочу Сказать Что Эта бритва Она Идеальна Я Как-то Слышал Что Некоторые Блогеры Называют Ее Скучной И Не только Блогеры И Люди На форумах Так писали Что Она Скучна Друзья Мои Я не понимаю Такого Выражения Что Может быть Скучного В станке Стану Прекрасно Бреет Станок Идеальный Во многих Отношениях Он Сегодня Меня выбрил В BBS Даже В моих Проблемных Местах У меня Все чисто Он Сиятен По крайней мере Для меня Любые Лезвия С ним Заходят На ура Будут Мягкие Лезвия Ставьте Шестую Плиту Будут Острые Лезвия По мне Так Ставьте Тоже Шестую Плиту И Будется Замечательно Данное Лезвие Я не могу Сказать Оно Считается Агрессивным Или Не Агрессивным Я Скорее Сего Думаю Что Это Средняя Агрессия Лезвия Примерно Где-то Как Жилет Брю Брю Жилет Латинум Где-то В Градации До Федора Конечно Оно Не Дотягивает Но Это Лезвие Справилось Сегодня Прекрасно Со Своей Работой Связки С Этим Станком Они Показали Мне Довольно Приятные Они Подарили Мне Довольно Приятное Обритье И Я Очень Доволен Сегодняшней Процедурой Кто Из Новичков Думает О Приобретении Первого Станка И Может Себе Позволить Станок За 50 Долларов Мои Самые Горячие Рекомендации Приобретению Этого Станка Шесть Градаций Агрессии Подарит Вам Этот Станок И Вы Всегда Всегда Найдете Себе Ту Плиту С Которая Вам Будет Бриться Комфортно Да Возможно Потом Со Временем Вы захотите Еще Что-то Более Агрессивное Потому Что Шестая Плита На Этом Станке Не Дает Той Самой Большой Агрессии Допустим Которая Дает Мюллер 41 Но Это Будет Потом Это Будет Через Полгода Через 10 Месяцев А то Не Будет И Вообще Никто Вам Этого Не Говорит Я Знаю Людей Которые Объявятся Уже Давно Ну Довольно Таки Додавно И Считают Этот Станок Идеальным И Единственным Экземпляром И Не Променяет Его Ни На Что Я Если Б Не Любил Коллекционировать Все Свои Станки И Не Скупал Их Потому Что Мне Нравится Обладать Многими Станками Тоже Наверное Остановился Именно На Данной Бритве Потому Что Она Она Всеядным Полезвием Она Прекрасно Выбревает И Она Очень Комфортная И Мягкая Браво Роквел Вы Молодцы И Закончить Я хочу Пару Слов О Креме Мэнс Вы Знаете Пока Я Вам Все Это Рассказывал Сколько Это Заняло Я Не Знаю 5 Минут Все Впиталось Все Полностью Впиталось Нет Никакой Жирной Пленки Нет Ничего Такого Кроме Приятного Ощущения Мягкой Увлажненной Кожи Очень Очень Достойный Крем Я Не знаю Сколько Он Стоит Я Конечно Спрошу У Андрея Который Мне его Подарил Какова Его Цена Я Не думаю Что Дорого Но Он Просто Просто Замечательный Крем Я Давно Не Пользовался Бальзамами И кремами Я Небольшой Любитель Данной Продукции Мне Нужен Спир Для Полного Удовольствия Но Вы Знаете Сегодня Я Получил Довольствие Мне Действительно Понравилось Как Сейчас Чувствует Себя Моя Кожа Очень Понравилось Спасибо Большое Андрею Очень Приятный Продукт Я Совсем Скоро Не обещаю Что На следующем Обзоре Ну Скоро В ближайшем Будущем Протестирую Второй Такой Крем Только Зеленый Скорее Всего Там Есть Ментол И Конечно Вам У кого В каких Краях Он Продается Я Действительно Рекомендую Вам Данный Крем К покупке Очень Приятный И Хороший Продукт А я Друзья Перед Самым Окончанием Перед Тем Как Попрощаться С вами Хочу Попросить Вас Посмотрев Это Видео Поставить Если Понравилось Мне Лайки Не Понравилось Дизлайки По Старой Традиции Прошу Вас Писать Комментарии Я С удовольствием Учитаю И С удовольствием На них Отвечаю Стараюсь Отвечать Сразу Бывает Такое Что Я Могу Пропустить Одно Два Сообщения Комментария Но я Обязательно Рано или Поздно Его Найду И Обязательно Обязательно Отвечу На любой Вопрос Если У вас Возникнет Такая Надобность А я На этом Заканчиваю Я хочу Сказать Что Бриться Друзья Мои Это Действительно Большое Удовольствие Особенно Когда Ты Привык Это Делать И Не Можешь Это Делать В течение Девяти Дней Мне Сегодня Очень Все Понравилось И Перед Самым Окончанием Перед Тем Как Попрощаться Хочу Пожелать Постарай Доброй Традиции Вам Вашим Семьям Вашим Друзьям Вашим Любимым Дорогим Людям Счастья Здоровья И Наслаждения Побольше А я На этом Заканчиваю До скорых встреч До свидания Музыка Редактор субтитров А.Семкин